Всем огромный привет! Сегодня будем готовить, будем коптить мясо в коптильне в домашних условиях. И это все будет домашнего производства. Мясо в моем случае сейчас будет ребро и свиная рулька. Здесь они у меня уже подготовлены практически. И рассол уже тоже подготовленный. Я уже прям в предвкушении, потому что это очень вкусно. Это прям ням-ням-ням. Рулька больше подходит для любителей, возможно, пива. Но ее можно и нарезать тонкими слайсами, делать из нее всякие бутербродики. Это очень вкусно, действительно. Ну и ребра, я думаю, что все уже наслышаны о ребрах и знают, что они тоже действительно очень вкусные. На своем канале я еще не показывала эти рецепты, поэтому все, кто смотрели наши копчения, то уже видели, что некоторые рецепты есть, а это что-то новенькое. Но мы уже готовили, поэтому узнаем, как это уже делать. Здесь у меня мясо стоит на подносе и уже подготовленный рассол. Рецепт рассола и все пропорции будет внизу в видео под описанием. Он уже остыл, он холодный. Сейчас в холодный рассол мы зануриваем. Будем такие два куска ребра коптить, поэтому зануриваем ребро и рульку. Рульку я немножечко проколола в самых таких толстых местах, прям шпажкой ее наколола, чтобы она быстрее мариновалась. И на 4 часа погружаем это все в рассол. Очень хорошо будет, если рассол будет полностью покрывать и мясо, и рульку, поэтому его должно быть достаточное количество. По вашему количеству мяса, соответственно, рассчитывайте. У нас одна рулька и одна полоска ребра, поэтому уже сами ориентируйтесь по количеству. И рассола в данном случае сейчас 5 литров. Оставляем мясо мариноваться на 4 часа в рассоле, после чего будем разжигать коптильню и будем снимать дальше. Прошло 4 часа. Здесь у нас уже в коптильне все горит. Соседи режут дрова. Мясо достали из рассола, обсушили его и сейчас вздеваем вот такие вот крючки для того, чтобы подвесить. Здесь я еще подготовила для рульки маринад, 1 к 3 мед и горчица. И смазываю сейчас рульку. И коптильня разогрелась засовываем для того, чтобы закоптить мясо. Сейчас я попытаюсь засунуть крючок. Вот так он будет подвешен в моем случае. И ребро здесь уже проще. Намазываю сверху рульку медом и горчицей. И не нужно весь прям использовать эту глазурь, не нужно всю использовать. По мере копчения будем смазывать еще. Все, пока что первый слой, где-то должно получиться 3 слоя в общей сложности. Ребро должно коптиться 4 часа, рулька 8 часов. По мере необходимости будем добавлять дрова для того, чтобы коптильня постоянно горела. Сейчас пришло время достать ребра, потому что они уже готовы. Прошло 4 часа, поэтому мы их снимаем. Рульку я тоже достаю и смазываю ее смесью горчицы с медом. И еще 4 часа она тоже должна готовиться. Рульку смазали, отправляем обратно ее коптить еще на 4 часа. Последний этап, достаем рульку с огня. Вот так она выглядит. Нужно ей дать время остыть обязательно. В нашем случае прошло 8 часов копчения, плюс еще 4 часа подготовки к копчению. Но для вас это пройдет намного быстрее. Поверьте мне, это легко и просто делается. Вы особо не заморачиваетесь. Вы можете спокойно ходить по улице, заниматься своими делами какими-то. И при этом все присматривать за вашим копчением. Но тем не менее у нас на столе к майским праздникам вот такие вот огромные куски мяса уже готовы. И особо с ними возиться не нужно. И это очень вкусно. Рулька вот так вот, я не знаю, насколько камера передает, но она блестит. У нее такая сверху глазурь появилась. Она немножечко темнее выглядит, чем выглядят ребра. Но тем не менее она такая должна быть. И я знаю, что в духовке, даже если вы ее готовите и хотите приготовить, то, соответственно, она не будет светлой. Она должна быть именно такой темной. Плюс свое дает еще глазурь. Она полностью приготовилась. Здесь видно, что очень хорошо отходит кость от мяса. И это хорошо. Сейчас мы ее разрежем и, естественно, покажем. Ребра имеют аппетитный такой немножечко красноватый вид. И это нормально тоже. Здесь не присутствуют никакие красители. Мы ничего такого не использовали. Мы просто коптили на дровах. И практически здесь нету никаких добавлений, кроме соли, душистого перца, немного специй каких-то и все. Вам обязательно стоит приготовить такое домашнее копчение, если вы еще не пробовали. Тем более, если у вас частный дом, то обязательно займитесь этим. Потому что то, что мы покупаем на рынке, и я это уже говорю не первый раз, это далеко не то, что можно приготовить дома. Поэтому обязательно экспериментируйте, обязательно готовьте. Я желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч! Разрезаем сначала рульку. Посмотрим в разрезе. Видно, что мясо приготовилось. Оно очень хорошо режется. Оно мягенькое и еще сейчас, например, достаточно теплое. Поэтому, возможно, что оно не настолько хорошо нарезается. Оно немного скользит у меня в руке, но оно готово. Вот такое вот оно проготовленное и очень-очень аппетитное. Видно, что никакой крови нету. Ну, 8 часов вполне достаточно. Вот такие розовые, очень аппетитные ребра. Они также очень хорошо проготовились. Ребра уже холодные. Видно, что мясо правильно остыло. Оно хорошо нарезается. И его как раз-таки уже можно кушать. Рульке надо еще дать немножечко время для того, чтобы оно остыло.